В Успенском мужском монастыре Новомосковска в 11 раз прошел конкурс «Волшебная елочка». Взрослые и дети мастерили игрушки для традиционного украшения монастырских елей. Мишка из одноразовых ложек, шары из папье-маше, конфеты из цветного картона стали результатом фантазии и совместного семейного творчества. Конкурсная жюри ознакомилась с более чем сотней творческих работ, сделала свой выбор и определила победителей конкурса. В Успенском мужском монастыре Новомосковска состоялось подведение итогов конкурса «Волшебная елочка», отмечающая свое 11-летие только в качестве общегородского мероприятия. Моя игрушка называется «Наш храм зимой». Я участвую уже 4 года, и каждый уход мы с родителями делаем игрушки, связанные с Рождеством. Благодарить участников конкурса за рукотворные дары младенцу Христу в обитель прибыли митрополит Тульский Ефреаловский Алексей, представитель законодательной и исполнительной власти. Не первый раз, вот сегодня уже 11-й, и я принимаю участие вместе с вами в этой замечательной акции новомосковцев здесь, в седах нашей обители Пресвятой Богородицы, которая дает нам возможность во время рождественского поста развернуть свой творческий талант, подготовить все то, что затем щедротательно и бескорыстно можно будет подарить людям. Дай Бог всем нам этот свет Пифреемской звезды, свет большого жертвенного человеколюбия по подобию Христова, негасимо иметь в своих сердцах и им щедротательно одарять всех. С новолетием благости Господней, со святками, милость Божия да пребывает со всеми нами. Будьте здоровы, Богом хранимы, и пусть мир и благоволение Господне будут на всем земном шаре. Недавно у нас были гости из Донецка. Им подарили им часть игрушек, которые готовили для конкурса «Монастырская елочка». Поэтому многие игрушки даже жюри не видела. Но я рада, что мы смогли поделиться разницу с донецкими и луганскими детьми. И очень приятно, что вы все вместе, объединяя свою семью, вместе с детками, повторюсь, своими собственными руками, вкладывая свою собственную тепло души, дарите радость всем нам. Божьи дни короткие, солнца светит мало, вот пришли морозцы, и зима настала. Я вижу очень много знакомых лиц, но и в то же время очень много новых лиц. И очень здорово, что эта традиция продолжается, развивается. И все больше теплых, добрых рук с любовью украшают обитель, украшают эти замечательные елочки. И наш город становится еще краше. Творческое начало когда-то было заложено Господом Богом во все наше человеческое существо, созданное по образу и подобию Божьему. Поэтому творческий конкурс «Волшебная елочка» из года в год неизменно исполняет свое предназначение. Заключающееся в объединении людей, разных возрастов и образа мысли вокруг самого главного – вокруг Христа. Завьет этот заведующий свет!